Томислав Николич, новый президент Сербии, лидер оппозиционной сербской прогрессивной партии, одержал победу по итогам второго тура выборов. Несмотря на прогнозы экспертов, Николичу удалось опередить действующего главу государства Бориса Тадича. Результаты голосования и будущие планы нового президента в сюжете Дианы Митровели. Лидер оппозиционной прогрессивной партии, самый популярный политик последних лет, набрав более 50% голосов, новым президентом Сербии стал Томислав Николич. Интеграция в Евросоюз, рост экономики, борьба с бедностью и коррупцией, создание новых рабочих мест – это первое, что намерен сделать Николич после вступления в должность. Я победил на выборах благодаря поддержке народа Сербии. Хочу поблагодарить вас за это. Итоги выборов показали, что Сербия не свернет с европейского пути, что Сербия хочет защитить своих людей в Косово. Эти выборы не являлись референдумом за или против Евросоюза. Эти выборы не являлись референдумом за или против Евросоюза. Эти выборы были для решения внутренних проблем, которые создал президент Тадич и Демократическая партия. Итоги президентских выборов стали большой неожиданностью. Соцопросы предрекали победу правящему президенту Борису Тадичу. Два политика, давние соперники. Николич уже дважды проигрывал Тадичу на выборах в 2004 и 2008 годах. На этот раз предположения экспертов не оправдались. После подсчета голосов действующий глава государства одним из первых поздравил с победой лидера сербской прогрессивной партии. Жители Сербии сделали свой выбор. И я поздравляю Томи Слава Николича с победой. Мне кажется, для Сербии будет большой ошибкой вернуться в 90-е годы и изменить свое стратегическое направление. На мой взгляд, наше стремление вступить в Евросоюз не является политическим вопросом. Это вопрос мира и расширенной экономики. Я призываю новое руководство страны не изменять выбранный курс и стремиться к интеграции в ЕС. Будущее руководство Сербии от курса евроинтеграции не отказывается. И вместе с тем, по мнению ряда экспертов, новый президент станет искать политической и финансовой поддержки у России. Ранний сам Николич говорил, что в случае его прихода к власти Белград и Москва будут проводить более тесное сотрудничество. Уже в конце недели избранный глава сербского государства будет выступать от лица своей прогрессивной партии на съезде Единой России.